Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился набор из двух машин по такой себе, я бы сказал, спорной цене. Почему спорной, сейчас будем разбираться. Итак, ребят, состав набора входит WZ-112, которая довольно-таки интересная и, я бы сказал, она действительно хороша, но все-таки не за 8,5 в голом ее состоянии, даже с открытым оборудованием. По большому счету, 107,5 окей, хороший приемлемый ценник. 8,5 это все-таки, ребят, дороговато. Вторая машина это Кейлер за 7,5 тысячи, я бы сказал, что Кейлер своих 7,5 тысяч однозначно стоит. Единственное, что подкашивает данный ценник тот факт, что Кейлер очень похож по геймплею и по своим возможностям на Левчика, которого продавали в составе жирного набора за 5,5 тысяч голды. Понятное дело, что если вам нужна машина, похожая на Левчика и у вас ее нет, то лучше ждать Леву, но в то же время Кейлер во многих вещах гораздо интереснее. Что же касается набора за 12,5, почему я говорю, что ценник спорный, потому что по большому счету в этом наборе вы получаете только все самое необходимое, не более того. И эта цена в 12,5, я бы сказал, максимально приближена к идеальной для данного набора. ВЗ-112ТМ зайдет далеко не всем танкистам, хотя машина, как я уже сказал, хороша. Ну и что касается Кейлера, то любители тяжелых танков однозначно его оценят. Опять-таки все зависит от того, насколько сильно такой геймплей будет им интересен. Что касается того, что еще в набор положили, X5 в количестве 20 штук на любые машины и X5 в количестве 20 штук только на ВЗ-112ТМ. Почему так, не знаю, но мне кажется, что это гораздо интереснее, нежели X5 в количестве 20 штук просто на 2 према, которые находятся в этом наборе. Поэтому здесь респект, окей, хорошо, лайкуем. Что касается вот этого внешнего вида. Камуфляжик для Кейлера предназначен, но по большому счету такой камуфляж можно одеть на любую тачку. Просто тот, который идет здесь в наборе, предназначен именно для Кейлера. На другой машине вы его не откроете. То же самое касается камуфляжа с золотой омут на ВЗ-112ТМ. Тоже разрабатывался не для этой машины. Часто встречается на разных тачках, но в данном случае одеть сможете только на него. Ну и открытое все оборудование, поскольку это две восьмерки, поможет сэкономить порядка 4 миллионов серебра. Сумма не маленькая, поэтому в целом хорошо, что положили. Да и часто, в принципе, ложат особо ничего удивительного. Ну и, соответственно, два слота в ангаре и не нужный никому, как мне кажется, аватар. Того 12,5 тысяч. Если обе машины вам заходят, то в целом можно брать, но мы все помним, что скоро у нас грядет Черная Пятница, которая, даст Бог, состоится. И там, возможно, будет что-то поинтересней и подешевле. Что касается ВЗ-хи, обсудим в следующем видео. Обязательно выкатим ее из ангара, заценим. Ну а в этом видосе мы будем заценивать с вами Кейлер. Кстати, ребят, перед тем, как это начнем, если вы смотрели мое предыдущее видео по поводу прокрута вот этой вот рулетки мистиков, я на своем основном аккаунте существенно большое количество голды слил просто-таки в унитаз. И хочу обратиться к тем ребятам, которые не безразличны к судьбе данного канала и могут его поддержать в развитии. Кто может, отправьте, пожалуйста, подарки с голдой на мой основной аккаунт, который вы найдете в описании к данному видео. Потому что я, получается, к черной пятнице, можно сказать, практически не готов. Ну а снимать по тем машинам, которые там есть, мне бы все-таки хотелось. Спасибо большое за понимание. Итак, ребят, Кейлер. Что по Кейлеру можно сказать? Машина классная, машина интересная, хорошо забронированная, интересное орудие. Да, пускай кто-то скажет, что не самое лучшее, но все-таки. Менее 10 секунд время перезарядки, время сведения терпимое, хотя большое. Что касается разброса, адекватный, нормальный, необходимо просто полностью сводиться. Что касается бронепробития, достаточное на своем 8 уровне. Средняя альфа на базовом снаряде 350. Я бы сказал, это не более чем норма. То есть не круче нормы, но и не ниже этого показателя. Уже хорошо. Что касается угла складения орудия вниз, минус 8. Это действительно классно, потому что башня у Кейлера суперски забронирована. Обалденные углы приведенной брони. И здесь маска, которая неплохо закрывает практически всю башню. Да и она имеет такую форму, что пойди пробей. Что касается командирского лючка, то он маленький и спрятан за вот такой вот штучкой. Интересно, я не знаю, что это, наверное, какой-то прибор наблюдения. Короче говоря, от башни на этой машине играть классно. Особенно учитывая то, что здесь классная приведенка верхнего бронелиста. Ну и, понятное дело, не сильно хороший по расположению, по размерам нижний бронелист. Но просто необходимо уметь играть. Плюс неплохо рамбует машина. Если вам дополнительная информация по бронированию и сравнению с другими машинами на уровне нужна, то вы в описании к данному видео найдете ссылочки на видосы по Кейлеру, которые у меня есть, в том числе и честный обзор данной машины. Я думаю, что все обсудили, что можно было. Берем тачку, отправляемся в бой. Что, поехали. Мне, в принципе, Кейлер очень сильно нравится. Серьезно, я люблю на нем играть. Я купил себе его на основной аккаунт. Он есть у меня на Твинке. Почему сейчас на Твинке? Потому что я, играя на Кейлере, точнее так, я играю на Кейлере изначально на вот этом аккаунте, там, где он у меня появился первый. Брал я его, ребят, за целых 15 тысяч золота, когда он только появился в продаже первый раз в составе набора. До сих пор об этом жалею. Ужасно, ужасно переплатил, это факт. Ну и когда машина появилась на продаже, в очередной раз по адекватной цене я приобрел себе его на основной аккаунт, потому что машина мне нравится. Единственное, что я все как-то не уделял времени этой машине на основном аккаунте и не поставил там все необходимое оборудование, амуницию и так далее. Ну и когда сейчас машина появилась на продаже, только ринулся на свой основной аккаунт для того, чтобы заснять на данную тачку обзор. Как оказалось, что там у меня не в фуле данная тачка, а, соответственно, заценивать все-таки хочется ее в максимальной ее комплектации. К чему говорю? Говорю к тому, что у меня просто серебра сейчас нет абсолютно на аккаунте. У меня там 300 тысяч, потому что я слил все в ивенте на слив ресурсов. Так, толкаемся. Я не прав сейчас очень сильно. Не увидел, что я крайне, крайне неправильно себя веду, потому что был в режиме снайперского прицела. Такс. Немножечко откатываемся назад. Сведение, как вы видите, не сильно бодрое. А вот что касается точности, то довольно-таки неплохая. Это при том, ребят, что полного сведения сейчас не было. Если будете давать полное сведение, то, понятное дело, что будете попадать гораздо лучше. Ну, вот как, допустим, сейчас это было. В корму к нам приехали. Понятное дело, что меня разбирает. Сейчас попытаемся товарища встретить. Что ж такое, Тань, блин? Не фартовая ситуация получается. Успели закинуть, уже неплохо. Пока держим позиции, насколько это возможно. Не знаю, насколько нас хватит. Блин, да ну что ж такое-то? Нет, это не дело совсем. Кейлер, ты неправильно себя сейчас ведешь. Ты сейчас показываешь меня не сильно умелым, но я этого хотя бы не стесняюсь. А себя-то ты зачем позоришь? Ты же готов всегда в бою сделать все необходимое для победы. Да, маловато запаса прочности осталось. Но я думаю, что шансы вытянуть все-таки пока еще есть. Так, 53 ТП. Морковку навряд ли у меня получится проковырять. Я сейчас надеюсь на то, что... Ладно, поехали. Попытаемся объехать. Едем, едем. Добрали нашего. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Морковка... Классно отстояла. Вопросов нет. Очень четко отыграл. Игрок. Отходим, отходим. Ну, слушайте, по-моему, неплохо. Забронирована машина. Раз, выдержала два выстрела. Жаль, конечно, что ВЗ-ху я не добрал. И я так понимаю, что шансы у меня не сильно велики. ВЗ-ху сейчас технично свалит. Будет делать все возможное, чтобы, не дай бог, не попасться мне в прицел. Ну, или, по крайней мере, будет ждать, чтобы морковка что-то сделала. И только после этого прилетит ко мне, ну, и, соответственно, отправит меня в ангар. Морковку я навряд ли разберу. Даже если сделаю... Эм, ничего не сделал. Адреналин. Жаль, альфы маловато. Было бы побольше альфы, было бы поинтереснее. Ну, а так, как я и говорил, приехала ВЗ-ха и забрала меня. Давайте будем кратко обсуждать. Машина действительно хороша. Это классный тяжелый танк. Бой сейчас сложился не лучшим. Но я не собираюсь ничего вырезать, потому что всегда вам показываю правду обо всем, что в боях происходит. Я не нарезаю видео только самые красивые, самые результативные. Поэтому, если вдруг данное видео конкретно, точнее его часть, вам не зашла, то, пожалуйста, не серчайтесь сильно. В то же время, ребят, 3220 единиц урона, один уничтоженный соперник и при этом знак классности всего лишь третьей степени. О чем это говорит? Говорит о том, что потенциально эта машина может еще больше. Что касается фарма, то 81 тысяча получается у нас чистоганом. И это, ребят, при том, что есть прем-аккаунт. Не было бы прем-аккаунта 48 с половиной, что я лично считаю очень крутым результатом по фарму. Да, коэффициент фарма ниже немножко, чем у Левчика, но все равно довольно-таки крутой. И первое место в нашей команде по нанесенному урону. Что могу сказать от себя? Я сейчас не буду делать еще одну катку, просто лишь потому, что в описании к данному видео вы найдете достаточное количество видосов, которые вам раскроют полностью тему Кейлера и дадут понимание, стоит ли вам его приобретать. От себя скажу следующее. Я его себе приобрел на двух аккаунтах и абсолютно об этом не жалею. Жалею только о том, что Кейлера в свое время я купил, как я уже говорил, за 15 тысяч золота. Это было капец как дорого. И я это сделал исключительно для того, чтобы для вас снять на него обзор, как только он появился в игре. Ну и, соответственно, когда я купил его на основном аккаунте уже за приемлемую для него цену, а я считаю, что 7500 для него вполне адекватная цена в голом состоянии, то я считаю, что я не продешевил и купил себе, точнее, я не переплатил и купил себе действительно крутой тяжелый танк, который меня радует, когда я на нем играю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok